Эти ребята уже не первый год приезжают на культурную смену в лагерь «Заря». Раньше и сами были участниками, теперь будут наставниками для других детей. Разработали программу «Что преподавать?», «Чем заниматься на мастер-классах?», «Какие игры и квесты проводить?». Главная задача в этом году – познакомить школьников с добровольчеством в сфере культуры и научить их навыкам, которые позволят помогать людям. Это прежде всего люди, которые будут как-то просвещать, консультировать, помогать, может быть, наставлять, может быть, что-то советовать, рекомендовать, исходя из ваших предпочтений. Это люди, которые стараются разносторонними быть во всех сферах культуры, разбираться и в музыке, и в фильмах, и в живописи. Поэтому я считаю, они в действительности будут помогать обычным обывателям. Мы приготовили очень много просветительских мероприятий, образовательных тренингов, и мы очень надеемся, что ребятам понравятся наши уроки. Тема «Волонтеры культуры» выбрана не случайно. Центр эстетического воспитания детей и молодежи в этом году подготовил проект по данному направлению. Теперь через различные мероприятия привлекают в это движение школьников. В течение двух недель 210 детей станут участниками насыщенной программы, кульминацией которой будет масштабная театральная постановка по произведению Белых и Пантелеева «Республика Шкит». Каждый отряд будет готовить свою сцену вместе с наставниками, и в конце это все выльется в очень такой грандиозный большой спектакль. Именно такую форму итогового мероприятия мы попробовали в прошлом году. Получилось очень хорошо, и в этом году мы решили такую вот хорошую традицию продолжить. Всего в ведении городского департамента образования шесть загородных лагерей. В них проходят различные тематические смены. В лагерях реализуются образовательные программы туристко-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной, патриотической и художественной направленности. Сейчас уже начался блок четвертых смен. Детям это очень нравится, они активны, они не сидят на месте, и мы получаем только положительные отзывы о работе наших лагерей. Кроме того, в городе летом работают 189 лагерей дневного пребывания. Таким видом досуга смогли воспользоваться более 15 тысяч детей. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.